Привет всем на календаре 28 января. Меня зовут Максим Журавлев. В нашем очередном ролике поговорим об основных темах. Итак, начнем. Первая тема, естественно, это коронавирус из Китая. Об этом уже очень много говорится. По состоянию на 9 часов утра по Москве, пока пишется этот обзор, уже официальные данные говорят о том, что 106 человек умерло от этой заразы. Естественно, мы с вами видим реакцию рынков по итогам вчерашних торгов. Индекс S&P 500 скорректировался почти чуть более на полтора процента. Индекс московской биржи почти на 2, на 2 процента, то есть по факту 1,94 процента. Нефть у нас торгуется ниже 59 долларов за бочку. Естественно, вся эта отражается, вся эта реакция на рынке. Собственно, давайте кое-какие моменты определим для себя. Дело в том, что сейчас много говорится о том, что вот да, этот коронавирус, 106 человек погибло. Естественно, это большой минус для экономического роста, отчасти в части потребления. Но вот вспоминает очень много про 2003 год. Это как раз приходится на тот период развития атипичной пневмонии, так называемой, в результате, кстати, которой погибло 800 человек тогда. Естественно, все это со стороны опять-таки Китая происходило. И вот некоторые сравнения делают. Дело в том, что экономика Китая того периода, она была более индустриальна, более направлена на тяжелую промышленность, на фабрики, на заводы. Естественно, вся эта доля экономики, она приходилась вот на этот сектор. И вот эти проблемы в части падения спроса, падения потребления, вот, собственно, на услуги и прочее, оно сильно не отражалось на какие-то экономические показатели. Если говорить про сегодняшний Китай, то уже, конечно же, китайская экономика за то время, она несколько потерпела изменений. И сейчас уже в сторону больше потребления, в сторону сферы услуг смотрят, естественно, падение спроса на, например, на авиабилеты, на турпутешествия, падение спросов на бронирование отелей. В разгар вот каникулы по лунному календарю Новый год, сейчас празднуется в Китае. Все это, конечно же, влияет на показатели компании, на спрос. И, соответственно, все это отражается на котировках ценных бумаг тех компаний, которые представлены в туриндустрии. Но и как следствие, как, естественно, это падение спроса на нефть. Дело в том, что 15% от нефти, которую потребляет Китай, она перерабатывается в качестве авиакеросина. Но, как мы уже с вами понимаем, количество туристов, китайских туристов падает. Естественно, это все влечет за собой падение спроса на авиаперевозки, на авиаперелеты. Но, естественно, все это отражается на падение спроса. Вот, кстати говоря, по этой части Япония уже официально заявила о том, что она прогнозирует ближайшую перспективу падения своих экономических показателей из-за коронавируса. И аргументирует это тем, что, во-первых, порядка 15% экспорта Японии приходится на Китай. Это достаточно серьезная доля рынка. Понятное дело, что Китай сейчас меньше покупает, поскольку целые города буквально блокированы, буквально там тишина на улицах пустую. То есть, никто никуда не ходит, никуда не ездит. Все борются с вирусом. Кто как, кто-то сидит дома, кто медперсонал, естественно, занимается своими вещами. И 30% туризма Японии – это тоже, опять-таки, китайские туристы. Китайцы сейчас просто-напросто уже очень серьезно сократили свои потоки туристические, Китайская Народная Республика, что, опять-таки, сказывается на отрасли уже другой экономики, другой страны. Мы говорим про Японию. Если говорить про нефть, то по нефти здесь еще немножко другая история. Да, понятно, мы говорим о том, что нефть падает сокращение спроса на нефть. Соответственно, Китай – это крупнейший покупатель нефти. Однако, представители страны ОПЕК, в частности, министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдул-Азиз Бен Салман Аль-Саид, он буквально заявил о том, что он уверен, что этот вирус будет ходить на нет, постепенно будет сокращаться, и все придет на округи своя. И более того, ОПЕК сейчас задумался над тем, что, даже не то, что задумался, он буквально об этом говорит, что он готов к любым сокращением спроса. То есть, по сути дела, сейчас идет вербальная такая вот поддержка котировок нефти, и он внимательно следит за ситуацией, за покупками нефти в мире, за рынком нефти. И в марте месяце мы с вами знаем, что заканчивается срок, собственно, действия соглашения ОПЕК+, и уже поговорят о том, что вот в связи с последними событиями с вирусом, могут это соглашение еще продлить, и не просто продлить, а еще и сократить еще большими объемами добычу нефти. Поэтому со стороны, собственно, предложения нефти есть некоторая такая серьезная поддержка. И мы давайте с вами посмотрим на график нефти марки Brent. Да, действительно, мы с вами фактически сейчас торгуемся, по сути, в значении ниже 59 долларов за нефть марки Brent, но с технической точки зрения формально эта цена находится в серьезном уровне покупок. Поэтому здесь по предварительным моим, скажем так, предположениям, назовем это так, я ожидаю, собственно, отскок вверх именно в части по нефти марки Brent. То есть, сейчас мы с вами торгуемся на момент записи этого обзора в районе 58,5 долларов за баррель. Поэтому здесь, вероятно, до 60 мы с вами должны отскочить. Поэтому здесь пока что такие вот ожидания у меня присутствуют. Но давайте посмотрим на теперь график доллар-рубль, как рубль ведет себя в этой ситуации. Итак, что мы с вами видим? Мы с вами видим вчерашний достаточно серьезный скачок вверх. Мы с вами практически, о чем мы с вами говорили, в район 62,3-62,4 с успехом, можно сказать, даже не заметив, пробили этот уровень. И сейчас закрепились по закрытию 62,9. Да, в моменте даже мы с вами торговались в районе, ну, практически чуть выше 63 рубля за американский доллар. И здесь я обращаю опять внимание вот на эту японскую свечу. Кстати говоря, о ней я уже говорил, если мне память не изменяет, в декабре прошлого года, по-моему, числа 13-го. Там мы предполагали о том, что цена, вероятно, вот будет тестировать именно этот объем, и цена подойдет именно к этому уровню. На сегодняшний момент этот сценарий, можно сказать, на 100% реализован. А теперь вопрос, что мы ждем дальше? А ждем мы дальше следующее, на мой взгляд. Во-первых, я хотел бы обратить внимание вот на эту табличку. Мы давно в нее не смотрели. И мы с вами видим, что по вчерашнему торговому дню на московской бирже профессиональный участник рынка ценных бумаг и рынка Фордс нарастил коротких позиций, но, мягко говоря, на очень приличную сумму, на 140, почти одну тысячу контрактов. При этом, обратите внимание, что цена пошла вверх, и вот на этом, так сказать, лонговом сценарии, то есть на росте пары доллар-рубль, почему-то профессиональный участник, наоборот, сократил длинные позиции. Вот эта ситуация, вот эта статистика, она, конечно же, косвенно может нам уже предвосхищать развитие событий. Поэтому здесь, исходя из тех соображений, из той логики, которую я уже вам обозначил, в части отскока нефти вверх и наращивания коротких позиций, то здесь я все-таки ожидаю такой вот, знаете, может быть, даже локальный всплеск вверх в виде манипуляции по паре доллар-рубль, даже в значении мы можем торговаться выше, в значении 63,3, то есть давайте вот так вот представим эту ситуацию, возможно, даже рынок откроется лонгом вверх, но здесь я бы был бы осторожным с покупками доллара именно на этих уровнях, поскольку ситуация, во-первых, технически мы с вами упираемся в некоторое сопротивление, то есть мы тестируем это сопротивление, во-вторых, у нас есть набор коротких позиций, ну и, собственно говоря, в-третьих, у нас есть некоторые такие ожидания по части, значит, спада вот этого ажиотажа или вот этой эйфории, в частности, вокруг вируса. Поэтому здесь мой сценарий пока что глобально не меняется, здесь, вероятно, мы с вами, еще раз повторюсь, сманипулируем вверх, то есть манипуляция будет именно вверх, но я ожидаю здесь именно уход вниз. По сути дела, мы с вами возвращаемся к той мысли, о которой я уже говорил где-то в середине декабря, то есть мы протестируем эту зону, и если мы от нее будем оскакивать вниз опять на укрепление рубля, то нас ждет еще более низкие значения по паре доллар-рубль. Пока что соображения вот такие. Для чего я это говорю? Ну, естественно, я хотел бы просто предостеречь неопытных инвесторов и, собственно, подождать. Если это действительно идет глобальный разворот пары доллар-рубль, то по сценариям, вероятно, мы должны хотя бы дойти до уровня значения 64, давайте более уточнимся, 64,5. И только пробив именно этот уровень, мы можем уже делать некоторые, ну, первые такие вот осторожные предположения о том, что тренд разворачивается, и пора покупать доллар в части его дальнейшего роста серьезного. Кстати, завтра у нас заседание ФРС, и завтра достаточно волатильность у нас будет повышена на рынках. Многие участники не ждут чего-то какого-то особенного в части изменения процентной ставки. Вероятно, она будет оставлена на прежних уровнях. На этом, наверное, пока все на сегодня. Желаю вам удачных инвестиционных решений. Не торопитесь с принятием решения в части покупки или продажи каких-либо активов. Подписывайтесь на канал, ставьте свои комментарии, что вы думаете насчет того, что я сегодня сказал в этом ролике. И увидимся уже в следующих видео. До встречи в эфире. Пока. С вами был Максим Журулев.